всем привет вы на канале стрик с вами виктором продолжаем делать обзор мире корабли сегодня на обзоре у нас будет крейсер минотавр нации британии это у нас легкий крейсер да у нас он довольно-таки давно в игре но на моем канале обязательно тоже будет обзор на каждую десятку которые есть у нас в игре потому что я хочу сделать так скажем обзор на каждую но чтобы это было именно мое мнение итак начнем начнем с бронирования бронирования здесь нету это не просто легкий крейсер это броня даже не эсминца поверьте и у нас эсминцы и обладает броня в 19 20 некоторые 25 с нашли в к 50 миллиметров но это как и спасение данного крейсера так и ахиллесова пита ну наверное больше ахиллесова пита это его бронепояс 101 миллиметр он огромный большой если мы уберем оконечки мы увидим что цитадель торчит из воды выбить цитадель этому крейсеру в любую проекцию абсолютно в любую максимально просто смотри даже если ты будешь стоять аромбом и вроде бы вот как здесь может быть рикошет все дела но тут его уже нет если мы отключим здесь цитадель опять видишь вот она вот она вот это у нас барбет все дела но вот этой части вот сюда вот она под прямым углом и все все залетело соответственно отсюда сюда все в цитадель все летит абсолютно в цитадель через палубу не важно все залетает только туда бронирование здесь нет все принципе закрыли этот вопрос по бронировали по живучести тут уже другая ситуация по тз здесь нет 13 процентов хп 43 тысячи 300 принципе как для десятки для легкого крейсера 43 тысячи 300 хп принципе достаточно вопросов тоже к этому нету а теперь придем к артиллерии это одна из нескольких а его особенность у нас калибра 152 миллиметра мы не имеем фугасов жал жалко жалко были бы здесь фугасов но да ладно собственно миллиметра у нас 5 башен головного калибра по два орудия время перезаривается 3 2 секунды поворот 47 эти башни крутится быстрее чем голова по миникарте так скажем россияне 32 довольно таки точные очень скорострельные дальность рыбы 15 8 можно разогнать я этого не советую почему я объясню дальше время полета 768 баллистика посредственная британская принципе похоже как и на друиде эсминцы за исследование на и принципе на баллистику британских эсминцев в целом максимальный урон 3 200 неплохой почему потому что при таком количестве залпа при такой перезарядкой поставьте сюда больше это будет перебор и будет перебор поверьте тот еще так по орудиям прошлись переходим у нас есть торпеды 10 километровый британский стандартный 65 узлов есть возможность потрудного пуска у нас 4 торпедных аппарата по 2 на борт по 4 торпеды торпеды неплохие урон шнад 1767 это это внушительные торпеды два таких веера кому-нибудь засандалить или в нос по трубным пуском лицо то отлетит и не только поэтому торпеды обычные нормальные хорошие есть замечательно где-то что-то проспаймить можно пво тут мы можем наблюдать очень интересную цифру 100 мало корабли который имеет прям вот чтоб 100 это ну давай грубо говоря возьмем в игре такой момент у нас есть пво корабли и нет пво кораблей все что относится к вам кораблям пво кораблем это можно отнести холланды смолланды рагнары потом минотавр вустер что у нас еще есть что-то у нас вроде как еще есть такое положено но труид эсминчик я могу смело к пво отнести и тут еще у нас есть я не помню в общем пво корабли именно который выкашивают все к тертьям собачьим у нас не так много но этот один из них его здесь настолько жестко что смысл налетать на минотавра нету абсолютно за исключение то момент если только вы его хотите где-то подсветить союза вашему союзнику сокоманднику или в принципе вашей команде в остальном же здесь лютейший пво к нему вопросов никаких нету 2739 урона от разрывов 65 процентов усиления и плюс тут довольно таки неплохие ауры ну 7 километров ну это просто пипец вам такую ауру залететь вы пока попробуйте сбросить вам вообще по отрывает все что только можно вот здесь шикарнейший маневренность 35 и 2 скорость хода слабенькая мы довольно таки медленные но у нас есть маскировка и принципе нашими длительность но не сказать что прям совсем медленно но скорость средняя по больнице не такой уж он и шустрый перекладка 83 это в принципе такой эсминец переросток я бы его наверное назвал то что минотавр получился вот из этого эсминечка в каком каком-то смысле похожий кеймплей так максимально раскачки незаметность 9 и 6 километров гарантирует заметность 2 принципе все стандартно маскировка хорошая и раскачивать необходимо также почему объясню идем наверное мы с тобой в оснащение у нас здесь есть некие моменты некие нюансы у нас есть первое это дымогенератор второй у нас есть британский гад на 5 километров у нас есть ремонтный дивизион который может отхилить вам пол корабля это довольно таки редкий расходник он встречается в основном только у британцев есть еще у американского крейсера салим хилка может отхилить вам цитадельный урон цитадельный отхиливается не полностью но но восстанавливает она будь здоров поэтому грубо говоря количество вашего хп ну ножки как минимум раза так на 3 нет нет 3 вру 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 нет чуть меньше в общем достойно хилка и но поверьте если у него забрать данную хилку крейсер вообще не живет потому что цитадели он выхватывает от любых кораблей за цитадели может эсминец немецкий авианосец линкор крейсер вообще неважно кто все что имеет калибр там 120 на определенной дистанции будет выбивать стадели вопрос в другом попробуйте ли вы и осмелитесь подойти на эсминца на довольно таки близко дистанцию минотавру он у вас у нас просто изничтожит так фугасов нет дымогенератор дымогенератор у меня почему не рлс я играю здесь супер модернизации дымогенератор у меня получается ставится 43 секунды рассеяние дымов минута время перезарядки 136 это все достигается при помощи системы постановки аэрозольной завесы время работы снаряжения плюс 150 процентов время подготовки перезарядки минус 10 процентов и заметность корабля минус 5 процентов по сути здесь должен стоять слот у нас вот этот маскировка нас было еще чуть-чуть лучше но я играю от нее дольше можно поставить дымах принципе какие-то в этом плюсы есть но если здесь стояла маскировка принципе вы не особо чего-то потеряли иногда засиживаться в домах не получается вы их можете поставить просто на ветер первое у нас основное вооружение модификация 1 далее у нас стоит система борьбы за живучесть здесь можно было бы поставить конечно рлс если мы играли через рлс к но мы не играем поэтому далее у нас система наведения динфикация 1 на точность здесь можете поставить пво честно вот прям смело может поставить пво в принципе как вариант можете поставить стать еще вот супер модернизацию за уголь я играл в данном бою без нее но в моей сборке она имеет место быть я не помню какой причине мне здесь вот вот это вот штукенция стоит я играл с ней здесь она особо ни к чему так у нас большая скорострельность и что там точность она уже не особо что-то решает поэтому сюда я если вы будете играть допустим в похожей сборке я посоветую поставить домен генератор ну как-то плюс 30 процентов работы снаряжения соответственно здесь рулевые машины и в конце особо ставить нечего перезарядку можете я раскачал пво то что мы поставим перезарядку вы там выиграете прям совсем долин долинки секунды давай отчаянно раскачаете и особо вам это не даст какого-то профита но единственно что я здесь не посоветую это как раз таки дальность либо ставить если вы ставите дальность стрельбы вы будете светиться на там почти 18 километров она вам надо вам с такой легко бронированный крейсера с любой дистанции пришлют а так вы хоть не будете светиться на всю карту при засвете где-то 11 с кем-то это имеет место быть поэтому можете поставить здесь орудий главной калибре те кто хочет играть через торпеды да этот искать тисми не сможет играться торпед на отступление и причем довольно таки неплохо мне были так скажем времена когда я играл через вот этот модуль и через перки на перезарядку торпед и спамят он дай боже только в путь вы просто постоянно отступаете на давящийся ваш линкор и кидаете по трубам торпеды с одного бота со второго с одного со второго потом стали в дым и вражеский линкор стреляет по вашей команде он светится вы накидывать из гк у вас начинает дым и заканчивается вы понимаете что у вас дистанция засвета скоро будет начинать отступать опять просто с памяти торпеды и так до следующих домов такой геймплей тоже имеет место быть тем не менее вот здесь вот еще раз я посоветую поставить дымогенератор здесь либо пво либо торпеда и вот это вот все-таки на ваше усмотрение и наверное хотел добавить что вот вот здесь тоже имеет место быть полу то есть его раскачать до максимума но время подготовки приоритетного сектора такое себе наверное да не нужно его ставить что вам даст 20 процентов аликсер но улетит пока он назад прилетит вас успеть ну вас успеет приоритетный сектор перезарядиться вот так что у нас еще там наверное по сути все наверное давай перейдем с тобой в бой только вот забыл один момент ребят я же вот прям вот все вижу кто меня смотрит и кто с подпиской кто нет так что давайте подписывать иначе мы не пойдем в бой я жду жду вот здесь вот будет снизу справа я вот выведу про специально подписаться поэтому ты подписывайся и жди следующих моих обзор а мы с тобой ты точно подписался ладно 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 поверю подписался тогда все-таки давай перейдем с тобой непосредственно был рассказать тебе про перки смотри тут такой нюанс у меня здесь 19 перковый я покажу на его примере в основном на минотавр я играю вот что-то от похожей сборки здесь нет фугасов и здесь нет такой особой вариации что что-то вроде там ставите на целом на 150 150 калибр и прочее что первое из первого принципе особых вариантов ставить что-то нет можно поставить торпедист плюс 5 процент скорость интерпед но этот такой пер который особо принципе ничего не дает поэтому можно поставить из последних сил далее для разгона дымов мы ставим мастер снаряжения обязательно отчаянный супер интендант это количество выхилок и дымов маскировка обязательно и дальше принципе я раскидываю на пво вот ну ну нечего тут особо больше использовать как вариант можете поставить пилинг чтобы понимать с какой стороны и вражеский сменец может вам прокинуть торпеда но здесь есть габ и по сути в пилинге нам нести какой-то нет вот что вот по поводу вот этих двух это у нас как бы время перезарядка пмк но тут у нас активируем эффект это скорость перезарядки если в пределах заметности корабля есть видимо король противник это у нас что-то с допустим эсминец в пределах наших заметности заметности и мы с ним перестреливаемся ну где-то ситуативно можно но у вас и так бешенейшая перезарядка поверьте вам и и куда-то там до небес разгонять вам просто отчаянный поможет если у вас прям вот какая сборка про вот все перезарядку и ничего больше то пожалуйста имеет место быть я играл вот с такими перками место что у меня еще приоритетная цель вот так вот вот а теперь уже непосредственно переходим с тобой в бой так вот она вновь вечное ожидание начала боя я забыл рассказать еще про один нюанс на данном крейсере это то что у нас здесь в модернизациях изначально встроена так скажем сам корабль модификация на разгон этот крейсер довольно таки очень быстро набирает скорость полного хода очень очень быстро это приятно где-то из домов стартануть вернуться торпед да пожалуйста но как и плюс это тот же момент минус порой когда вам нужно оттормозиться этот корабль это делает просто невероятно долго любой другой крейсер тормозить намного быстрее этот просто шпарит и шпарит и шпарит я не понимаю как модификация на разгон может не работать в обратную сторону то есть обратите внимание как очень быстро набирается максимальная скорость хода но на торможение это прям беда где-то перевалить где-то лишнего давануть это прям вообще не проблема что еще по поводу дымов как раз таки связаны моментов с разгоном и торможение дымы здесь лучше всего ставить на 1 4 ну максимум на 1 2 потому что дымы здесь если вы не играть с модернизации разгон дымы довольно таки короткие по площади вы их не можете растянуть как там американский сменец до бесконечности нет здесь нужно заранее подготавливаться выбирать позицию где вы все-таки встанете в дымах лучше всего ставится на 1 4 ну на 1 2 и так давай перейдем бою тут у нас 8 авианосец нам на него абсолютно по барабану если бы он даже сильный хотел то пускай заходит ничего у него не получится и так я решил сместиться в сторону точки c там есть удобный островок на восьмой линии и если я займу там позицию то будет замечательно вот обрати внимание с двадцати четырех километров жан бар выцеливает я поздно заметил на этот момент чуть-чуть успел довернуть но просто в задней траверсе 16 миллиметров пробить 380 неставлять никакого труда мы хвата в одну стады это плохо что с того фланга меня пытается фокусить жан бар почему меня вообще пытается всегда сжигать сжигать стрелять с таких дистанций жан бары не знаю медом что ли намазано вот и почему это плохо потому что теперь этот жан бар заставлять держать его постоянно в уме потому что как только я здесь могу засветиться от самолета мне может накинуть жан бар и мало того что мне здесь линкоров хватает ко мне еще жан бар там может просто держать там не прицел дождаться момента когда я засвечусь и сделать зал подловить поэтому я немножко поглядываю я поглядываю я слежу ибо подставляться больше нельзя у нас есть кто-то на точке я смотрю примерно до куда ходит торпеда решил проспамить авось почему бы и нет проспамили забыли начинаю сближаться и мне нужно занять позицию между этим островом и который вот справа от меня там я могу даже не тратить дымов продолжать стрелять но есть некая так скажем проблема это авианосец как я и говорил авианосец не обязательно нас заходить он может нам нас подсвечивать а когда у нас подсвечивает и мы находимся допустим стоячей позиции без дома мы весьма весьма уязвимая вот как только я засвечиваюсь я уже начинаю понимать что слева мне кто-то может пытался я а прожимает дымы но тут проблема у меня вроде шимаказа на 9 10 линии должен там всех высвечивать у меня эльзас но шербург ушел назад мусаша и джузепо верди там что-то по острова поупирались и так получается что два крейсера стоят в дымах и по факту а что делать но тут благо есть юян 3400 оторвали там еще немножко прилетел у нас есть атлантика баллистика как можно видеть хреновая перезарядка замечательная нужно только пристреляться и нужно чтобы нам давали свет слева я прикрыт островом от торпед неважно кто там ну там юян скорее всего с дымами и меня особо не волнует потому что со всех сторон я прикрыт от его торпед у нас засвечивается мусаша мы в принципе начинаем работать по всем тем целям которые у нас здесь все остальное нас не интересует мы проигрывали по всем точкам то еще веселуха вы думаете что этот крейсер способен затащить бой если вы останете один на один нет 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 вы даже вас даже смениться способен артиллерийский где-то подловить и порт отлетите но это ладно света мало благо и отрядика стреляет что-то делает 15000 потихонечку настреливаем непонятное движение атлантики делают тут пойдет вперед тормозится у меня полный снарядов куда сюда на пристрелку все-таки здесь надо время что еще по поводу багаж данные бронеблоки обладают процент улучшенным взведением не я бы не сказал что-то хотя нет в общем наши снаряд эффективно работают против эсминцев и легко бронированных кораблей каким образом у нас снаряд просто взводится об броню практически сразу и наносит урон выбивать стадели на минотавре но по тяжелым крейсерам практически невозможно но с такой перезарядки белым уроном вы достаете очень очень сильно с легких крейсеров да не вопрос на ближней станции тоже где-то можно выбивать и из тяжелых но с тяжелыми шанс что ваш снаряд взведется через два три слоя брони и он равен нулю поэтому здесь больше именно белый урон белые цифры не дает мне покоя тот факт что авеносец меня подсвечивает благо меня никто не фокусит и опять на то вот жанбар это на жанбару к этому жанбару я стою в порт не вариант вариант и я вижу что он просто с вел орудие на меня я буквально на секунду замечания этого достаточно но жанбар пока стресс не по мне мало того чего атлантика здесь пнк калибром 234 накидывает мне тоже не устраивается мне нужен полный инвиз данный крейсер любит оставаться незамеченным и урон накидывать тогда когда вас не фокусит вы в принципе не должны быть фокусом и тут случается проблема я прожимаю дымы а у меня здесь джузеппа верди в дымах и вот незадача а у меня там еще спереди мусаж и слева жанбар который может не накидать я не могу засветить этого джузеппа верди благо я все-таки отсветился время после выставок прошло и я выжидаю мне нужен засвет нужно понять что делать куда у него направлены орудия потому что любой залпу джузеппа верди для меня но он разворачивается орудие смотрю в сторону идеальная мишень 6 7 километров чтобы накидывать по настройкам мы выцелем настройки у нас и тут по 4 800 каждым залпом но извините да где 2 400 и так далее но пятьдесят пять тысяч как-то уже накипело жжеппа верди отсветился мы видим шербург чуть-чуть мешает просто пристреляться но накидываем туда накидываем сюда накидываем туда накидываем сюда выбираем более удобную для нас цель более ту которая подставляется и принципе по ней работаем сейчас для меня все таки шербург и джузеппа верди более приоритетной цели потому что линкорного добрать нечего там итальянцам словом гонять нужно добрать пока есть возможность иначе вы сейчас уйдет дым не откилится потом нет стадельно отрывает зачем вот поэтому я и шербурга не фокусу а именно стараюсь забрать джузеппа верду почему я каждый раз когда стреляю отдаляя камеру смотреть на миникарту это конечно дело хорошее я поклядываю но я так мониторе ситуацию смотрю по сторонам то есть ахва охватывают мне так проще то есть если я на скажем такой дистанции вижу что кто-то там справа что-то может мне сделать соответственно я начну принимать это действие постоянно находиться в бинокле не вариант а так все таки боковым зрением слева справа я мониторю мусаж отходит я сдаю назад спереди мне прикрывает дымы и накидываем накидываем настройки больше мы особо никуда не пробиваем по конечкам здесь попасть не получится поэтому стреливаются настроечки настроечки где-то там 32 закидываем снарядики взводится уже 100 тысяч на кого пока я тут рассказываю тебе байки сказки вот но геймплей на британских крейсерах легких это сложный геймплей не думайте что у вас есть дымы и в этих домах вы там распилите все живое нет это не так вы можете и в домах отлить и в принципе сами знаете что данные крейсера у нас ваншотаются довольно таки очень легко и играть на легких крейсерах у нас в игре крайне сложно и не каждый бой получит получается реализовать потому что на самом деле сложных вас кораблей и очень-очень круто тем не менее я провин авианосец меня это прям заводит но проблема кстати знаете не на тавры какая с авианосцем вам нужны бортоходы вам нужны надстройки у авианосцев есть броня даже так скажем не то что вам бортовые нашли и чего это нет это нам не интересно у них палуба бронированы и наши снаряды они просто рикошетят выцелить вот этот маленькую надстройку на авианосце но это то еще занятие поэтому приходится больше рассчитывать что где-то все-таки по чуть-чуть будет залетать обрати внимание нас все это просто отлетает от палуба жан бар тут стреляет по мне я доворачиваю носиком аккуратненько благо у него разброс не позволяет хорошо по нам попасть а так в нос вы можете также отлететь как в борт так же как и в корму вообще разницы нет никакой авианосец пытается делать что-то непонятное залететь одним топ-маштовиком минотавра ну такой себе видимо я его очень сильно огорчаю жан бар продолжает по мне стрелять попадает довольно таки неплохо но это был белый урон с видимо сквозняками у меня здесь появилась и буки я переключаюсь на крейсер он приоритетней и буки все-таки девятка вас убить может и семерку и восьмерку мы не попадаем но поверьте этот крейсер отлетит от любого корабля поражимаем дымы держим в уме то что и буки здесь у нас про спаме торпеды и благо на светится начинаем на что меня очень сильно огорчает то что а урон по ней не особо-то проходит я не грушка этом прям идеально попадают торпедные аппараты каким-то образом умудрился выцелить а в настройке чтобы прям пущено заходило вот что-то не хватает она должна была уже давно ответить но человек вертится молодец старается но его правильным бы поступком было просто ответить тут у него еще хилочка подрубается авианосица меня уруливает в общем мне всю малину данные буки и спорт можете обратить манил там брык самолете зачем-то выпускал еще что-то в этом роде непонятно сделать вот его торпеда торпеда и заразы и буки отсвечивать но нет вроде 5 светится у него опять 4000 хп и довольно таки много времени у меня уходит на то чтобы добить крейсер на такой дистанции будь он ближе у меня бы уже этот вопрос отпал здесь еще жан-бар 17 километров единственное плюс то что жан-бар смотрит абсолютно другую сторону а мне ну нужно забрать крейсер который у меня в борту не нужно двигать вперед если он зарядит убэшки то он даже имеет 1000 хп может меня ваншот мне это не устраивает мне нужно и тут начинается самое веселое по стрелушке у синей линии попробуй еще выцелить мало того что так пристреляться тяжело так и буки еще там катается непонятным образом то налево довернет то направо то у него корабль быстро идет в этой синей то медленно это прям более он так скажу это прям боль опять засвечистая носят мне не хватает на него дальности 135 тысяч уже накидали ни одного фрага по поделаешь вы такие вот реалии но свой фланг мы отстояли мы никого-то не дали пройти пропустить сожалению пришли не получилось появится и свинечка а и буки зараза все живет ну я не знаю но тяжело попадать на самом деле кораблям который упирается сначала двигаются с одной скорости потом с другой и слава богу у нас это получилось и у нас паритет принципе то по командам мы делаем первый фраг точки принципе все наши мальбора на точке б тоже забирает у меня тут остался только жан бар мне этого маловато у меня есть еще авианосец жан бар там забирает эльзаса джан бар довольно таки хорошо помогает тащить вражеской команде авик не светится зараза мне нужен авианосец мне нужна мне нужна домашка тут уже бой вроде бы как понятно к чему идет и умирать ни в коем случае нельзя но вот он авианосец и это тоже упирается в линию да ладно вы просто издеваетесь надо мной мне уже ничего не остается кроме как начинать стрелять по авианосцу жан бар потихонечку доворачивает но забрать авик нужно он меня будет светить в станок дым и я сам себе не подсвечу в этих домах опять соответственно где-то пробить и где-то рикошеты нам по барабану где-то пускай там скидывается в принципе вообще неважно опять отсвечивается но раз у меня слева шимка жан бар по мне стрельнул нужно вставать дым нужно вставать дым и покажем бар на перезарядке и начинать по нему работать жан бара осталось всего 14000 идеальный мишень на 13 километрах если он будет продолжать идти бортом то от него ничего не останется мы быстренько с ним справимся вроде бы все замечательно но не все равно проигрываем и проигрываем по очкам мы проигрываем по кораблям нужно как-то вытаскивать этот бой подлодка забирает мальбора я просто не я не представляю как вот здесь вот тащить на таком крейсере если у меня там жан бар собака живой хотя по точкам по точкам у нас есть четыре минуты если мы добираем авик у нас есть шансы выиграть то есть забираем победу забираем замбара и принц уже уже что-то есть то есть мы должны будут последствии все это обыграть не могу я сам себе подсвечивать дымах жан бар уже откилился 21000 хп шимка вроде как торпедами не попадает мне нужен свет пока у меня есть дымы на 30 секунд не нужен свет нужно что-то как делать благо авианосец наконец-то подвернул стал бортом теперь у меня есть полный карбан чтобы его разобрать потому что здесь уже намного проще реализовать наши бронебойки как можно заметить уже пошли хоть какие-то взведения если бы авик изначально не упёрся бы в эту синюю линию также как и буки я не потратил столько времени я бы уже сместился по карте намного левее ближе к центру и помогал бы там с другими кораблями авианосит надо минус а ну надо мне осталось 27 секунд дымов валик там еще 8000 хп вроде немного но он уходит он уходит у меня уже дальности просто не хватает шимакас забирает все-таки брошки жан бар можно выходить у меня слева принципе то нету линкора и тут случается нюанс на меня вваливается смоленск это проблема смоленск приготовил бронебойки смотрите как могут отлетать цитадели на минотавре от смоленска я конечно же доворачиваю угол там стреляет по мне чтобы не не выбивали цитадели но давайте посмотрим что в принципе у нас произойдет дальше там бы авианосец шима бы уже добрал и прям был все было бы замечательно 175 тысяч у нас есть поддержка и здесь я делал ошибку я был уверен я был уверен что смоленск не выйдет из дома и очень сильно подвернул нельзя и было этого делать и тут идет просто размин мне даже хилка не спасет я забираю смоленска но я очень-очень сильно ошибся когда вот так вот сильно довернул шима 11 с авианосом вермонт ему уже ничего не сделает ему нужно просто забрать уже этот авианосец и все было бы прекрасно там осталось 1400 заряди тушу фугасы бэбэшками стреляешь все вроде как авианосец должен упасть у нас до забирает шима касса у нас девятьсот двадцать семь очков у нас три точки у них остался лишь вермонт и подводная лодка принципе вот как-то так выглядит бой на минотавре было бы лучше если бы не было поддержка но тем не менее что имеем то имеем за раз скажу бой получился победный врач команды нет уже здесь никаких шансов шима выживет у нас есть еще и авианосец прям до конца не будем его досматривать я думаю здесь все видно цифров урона уже не поменяется здесь урона уже не набью ну как-то так всем спасибо за просмотр подписывайся на канал ставьте лайки пишите комментарии увидимся в следующих обзорах всем пока